Спят усталые игрушки Привет друзья, перед началом я хочу вам сказать спасибо По числу подписчиков мы обогнали диггеридных На одном видео количество лайков перевалило за 100 Спасибо вам всем Сегодня у меня с охотником на ураганы совместный видос И это разоблачение Мы разоблочим злых админов с D922 Передаю охотнику слово Привет, и сегодня мы будем разоблачать админа группы пропалочника Первое что хочу сказать, так это стиль общения Везде админ немного грубит и даже моему другу этот стиль общения не нравится Он называет негативным его Охотник дело говорит Ощущение, что я общаюсь с депутатами о политических делах Всегда думаю об одном, когда им пишу Этой гниде можно только оригинал да автора скидывать Остально и они примут как нам не надо идите в жопу Группа за последнее время совсем скатилась Там даже админ автор не заходит в неё Посты они не делают, хотя кидали им каждый понемногу инфы И из неё можно сделать минимум три полноценных поста Лично я в эту группу захожу, чтобы чатик чекнуть, фейков набрать и разоблачить Но группа такая, жалко ли, что туда ничего не кидают У охотника есть мнение по этому поводу Единственное, что в группе сделали, так это нашли дом Остальное это какая-то хуйня левая Они часть времени они тратят на поиски автора Хотя вряд ли найдут Его нету ни в соцсетях и вряд ли он будет с кем-то связаться На земле живёт 7,5 миллиардов человек С каждым днём это число растёт СД-922 хотят среди них найти автора А если оригинала действительно нету То как они хотят найти несуществующего человека Лучше бы доказывали есть ли оригинал или нет Но это можно объяснить теорией моего товарища А тут начинается теория То что, создатель группы может являться создателем крипипасты В конце 19-го года Некий Дмитрий, как я понял, написал, что нужно проверить 8 этаж Но администраторы группы удалил комментарий Что наталкивает на мысли Возможно автор группы не хочет быстрого конца истории Или возможно он там живен И не хочет, чтобы никто к нему никто не пришёл Истории 10 лет Эту историю надо быстрее заканчивать Для удобства админов мы будем называть так Депутат, потому что всегда вежлив и официальным Гражданский, потому что общается как все граждане Пишет смайлики и стикеры Шутит и общается как нормальный человек Клон, потому что я никогда не отличал его от двух других Он как будто копирует их манеру общения И автор Понятно, что я говорю про создателей СД-922 Депутат в большинстве процентов случаев Не даёт мне ответов, которые я хочу получить Но почему-то вместо того, чтобы сказать, что я не получил желаем Ага, ответа, я говорю спасибо и всё Он каким-то неведомым способом заставляет принять полученный ответ Даже если он не тот, что надо И уйти А гражданский однажды вместо того, чтобы заниматься важными делами Он спросил, сколько мне лет Ага, мне 11 лет Это сильно поможет расследованию А админ-автор посадил за управление расследованием рандомных людей И забил на это дело Никто из админов с автором не общался И все эти наши мучения напрасны Охотник объяснит вам почему Если это не первый вариант, то тогда второй Есть вторая теория, это нонус 2-ч Что это накипело, если он вернулся и хочет доказать то, чего нет Админов в группе 4, их было 8 Как говорил один мудрый ютубер 2-ч, это голос народа А в СТ-922 администратор злой Ставит огромные ватиматы Оригинала станции 922 не существует В 2010 году вышла крипипаста с трех фотками Ролика не было Были какие-то с названием СТ-922 Но их поудаляли Это были кривые видео снятые шкулотронами Если люди ищут данные ролики То я не знаю зачем им нужен этот ролик Допустим, ролик есть Вы найдете его и какой смысл Палочника не существует Это будет очередной фейк на крипипасту Мне кажется все было так Неизвестный сделал крипипасту про русского сландермана Потому что его форсили тогда И тот неизвестный решил пропиариться и написать крипипасту про палочника Сделал какой-то фейк про него Типа он ползает Но вышло хреново И он его удалил И на 2 часа В году так 2011 или в 2012 Появились страды про то Что оригинал исчез и надо его искать Вернемся в 2019 год Когда админы нашли дом В неофициальному источнику В группе есть несколько человек из перми Им можно написать чтобы они пошли И полнялись на 8 этаж И постучались бы и поговорили бы о палочнике Но почему так никто не делает Правильно Там живет автор группы Я так понял Что админ не против деанонимизации дома Но он категорически против деанонимизации квартиры Что наталкивает на разные мысли Насчет палочника в реальной жизни Да, он существует В данный момент вы наблюдаете его прекрасную фотографию Однако сам админ пишет Что оригинала не существует и фото тоже Теперь вопрос Зачем тратить время на поиски несуществующего Расскажу свою историю В 2009 начался же форситься с линдером Вот и наши соотечественники решили своего с линдера сделать И махать А дальше и пошли тролли Которые видели якобы ролик А затем люди думали что реально было И за ролик с монстрами Они теперь думали что он реально есть Это единственное объяснение Так и было все Это скорее была как страшилка Мне не надо верить Просто что я могу сказать Можно найти автора крипы А ролик нет Вот и все объяснение крипы по стилю На 2Ч Про палочника забыли еще в 2014 году Они много потратили на поиски И поняли что оригинала нету Я хочу вам всем сказать Что оригинал не надо искать Это не имеет смысла Его не существует Тем более Это даже многие подтвердили Прошло уже 10 лет Много чего могло произойти И с автором крипипасты Уже давно надо было забыть про эту историю Ну что же Всем пока Сейчас продолжит говорить Иван Ток А с вами был охотник на ураганы Пока Также хочу рассказать свою теорию Заговор админов Может быть создатель группы автор Что если админ автор Передал групп Большому количеству людей И запретил им Рассказывать о том Что оригинал Сделал он И запретил им Раскрывать его квартиру Админов было 8 человек Постов было куда больше Что теперь Когда я спросил у них Куда пропадают Посты они ответили Мы не знаем А куда пропали админы Вы понимаете К чему я веду Что ж друзья Это был наш совместный ролик Этим роликом Мы не хотели никого оскорбить До свидания